Лето – сезон сбора лесных изысков. Может показаться, что урожай грибов в этом году не очень большой, однако с пустыми корзинками из леса сегодня возвратиться невозможно. Сыроежки, опята, боровики, рыжики – маленькие лесные дары природы один за другим отправляются в лукошко грибников. Кто-то собирает их для осуществления своих кулинарных замыслов или просто для удовольствия, а кто-то – для продажи. Подосиновики, лисички, опята и подберезовики – сезонные лакомства можно найти едва ли не на каждом прилавке Брестского центрального рынка. Антонина Ивановна живет в агрогородке Медно, а дары природы, собранные в лесу, привозят продавать в Брест. На рынке эту хозяйку знают и любят, а ее продукцию всегда ждут. Смотрите, пожалуйста, вот результат экспертизы. Поэтому беру с легким сердцем у красивой женщины, и думаю, грибы, и блюдо из них будет тоже очень вкусное. Каждую партию собранных грибов женщина сдает на анализ в лабораторию, где они проверяются на опасные вещества. Ее продукция всегда проходит обязательную проверку на нитраты. Вожу я не так часто, но справочку всегда беру. Я сама с Медного, недалеко от Бреста. И уже традиционно здесь вошли к вас, я смотрю, знают покупатели. Да, потому что они смотрят и на справочку, что проверено, все, чтобы порядочек был. Можно выделить четыре этапа. Первое – это определить однородность партии. Если партия однородна, мы приступаем к отбору проб. Пробы отбираются. Далее идет регистрация и проведение испытаний на гамма-радиометрах. У нас современные гамма-радиометры. По истечению времени замера идет обработка результатов. Если результат получен, не превышает республиканские допустимые уровни, значит выдается разрешение на продажу. А вот если легкомысленные, невнимательно отнестись к сбору или покупке грибов, можно оказаться в реанимации. Так, в июле в Брестскую областную больницу с диагнозом отравления грибами попали пятеро человек, жителей Кобринского района. Все отравились бледной поганкой – самым опасным и страшным представителем ядовитых грибов. К слову, первые симптомы пищевого отравления могут появиться уже через один-два часа после приема. Рвота и диарея. В лучшем случае это начинается через несколько часов после приема жареных, вареных грибов. Это лучший случай, заканчивается это гастроэнтеритом. Ну и те же симптомы, возникающие через 12 часов. Это достаточно серьезные отравления, которые приходится лечить в реанимации. И не всегда успешно, к сожалению. Медики акцентируют, при первых признаках отравления следует немедленно обратиться к врачу, но желательно сразу вызвать скорую медицинскую помощь. Сразу же обращаться за медицинской помощью. В ночное время скорая помощь, а в дневной, если есть возможность, прием или та же скорая помощь. Это, наверное, оптимальнее всего в стационар человек попадает, и здесь уже начинает обследование по полной программе, ну и лечение соответственно. А ведь, чтобы не оказаться в реанимации, нужно просто соблюдать элементарные правила. Прежде чем идти в лес, обязательно нужно изучить, какие грибы собирать. Они же есть и съедобные, и несъедобные, и условно съедобные. Очень важно еще это приготовление блюд, ведь грибы являются скоропортящимся продуктом. И когда уже их собрали, принесли домой, обязательно надо сразу перебрать, хранить их в условиях холода, в холодильнике. Но перед тем, как приготовление каких-то грибных блюд проводить, обязательно нужно отваривать не менее двух раз. Отвар нельзя пробовать, а обязательно его сливать. Ну, а в последующем уже проводить какую-то кулинарную обработку, приготовление блюд. А еще нужно помнить, что грибные блюда противопоказаны людям пожилого возраста, имеющим хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, и нежелательно употреблять в пищу эти дары леса детям, кормящим мамам и беременным. Виктория Осаченко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.